Продолжаем разговор о школах мышления. Какие методики школы предлагают для учеников? На какие теоретические и идеологические базы они опираются? Все ответы в нашем разговоре с Дмитрием Карповым, экспертом рынка МТИ, участником трека лаборатории школ мышления и оценки гуманитарного воздействия. Дмитрий, приветствую! Добрый день! Ну что ж, у нас сейчас будет интересная беседа. Я уверен, что зрителям понравится и у меня есть ряд вопросов. Не так много времени для того, чтобы их, разумеется, на них ответить, но тем не менее постараемся максимально емко это сделать. Во-первых, расскажите о себе в формате Elevator Pitch, когда вот минута, я это и вот. Да, вообще это хороший метод, метод такой презентации в лифте. Я человек, который работал с тысячами талантливых технических специалистов, творческих специалистов, креативных специалистов, из которых два-три десятка это реальный настоящий мировой топ, потому что многие из моих выпускников и сегодня, и моих выпускников, когда я говорю моих, это наших, это и британская высшая школа дизайна, и других учебных заведений, где и методику, и подходы, и характер мышления, отношение к своему делу мы вырабатывали как общий такой вот принцип за последние там 10-15 лет. И, конечно, тут повлиял и опыт службы в пограничных войсках, и работа креативным директором. Но главное то, что я работал по профессии, я по профессии педагог, и выступая, работая с разными университетами и за рубежом, я достаточно востребован как педагог. Это позволило мне выработать определенные такие устойчивые, можно сказать, даже и технологии, методы работы с креативным мышлением, с мышлением вообще. Поэтому, собственно, я даже не знаю, как самого себя определять. Я работаю Дмитрием Карповым, человеком, который приходит и ставит мышление в правильную по отношению к цели позицию, то есть так, целеполагает мышление и работает именно с тем, как нужно человека настроить, как настроить его мышление, чтобы у него все получилось. Вот я специалист в этом достаточно интересном и сложном профиле. Ну, согласен, не так много таких специалистов по всему миру, и я вот рада, что у нас есть, как говорится, такие специалисты в нашей стране. Сразу возникает у меня вопрос, ну, в принципе, как у человека достаточно творчества, но при этом считающее себя креативным. Креатив и творчество одно и то же, либо есть разница? Если есть разница, то в чем? Я всегда разделяю эти два понятия, то есть они у меня идут как параллельные. То есть если творчество, оно все равно связано с самореализацией. То есть человек реализует собственный замысел, собственный план. Креативность и креативное мышление предполагают, что он еще получает дополнительный, дополнительную выгоду, дополнительный капитал. То есть если мы говорим о капитале в таком представленном бурдье, да, таком разнообразии, что капитал может быть материальный, капитал может быть духовный, капитал может быть культурный, социальный, то в данном случае креативное мышление предполагает, что я не просто решаю мою творческую задачу сейчас, но я еще благодаря этому решению получаю синергический эффект. То есть еще дополнительный капитал приобретаю, либо приобретает тот, для кого я придумываю. Поэтому творческое мышление решает только личную задачу, внутреннюю задачу человека. Он вот решает, как это должно работать на пользу для него. А креативное предполагает, что польза может быть обществу, польза может быть бизнесу, польза может быть и человеку, и обществу, где человек получает материальный капитал какой-то. То есть вот я разделяю подобным образом. То есть несколько шире у креативного мышления диапазон интересов, и это на самом деле как устойчивые такие опорные точки, создает для мышления больше задач и, наверное, иногда больше такой вот внутренний поток вдохновения. Потому что, ну честно, давайте не будем обманываться. Люди, которые знают, что они хорошо заработают, они как-то лучше придумывают на самом деле. Вот так это человек устроит, когда он знает, что он в результате своей деятельности получает какой-то дивиденд. А это, собственно, из древности пошло. Человек сидел и мерз наш, древний-древний несчастный гендельбергский человек какой-нибудь. Мерз и все-таки наблюдал, что звери, которые вокруг ходят в шерсти, не сильно мерзнут. Он понимал, что, наверное, дело в шкуре, которая отличает человека от животного, и, вероятно, надо как-то эту шкуру приобрести тем или иным способом. Вот она креативность – приобретение шкуры тем или иным способом. Надеюсь, мы в процессе эволюции в креативе далеко ушли от того процесса, который касался шкуры, причем креатива ее заимствования. Я так понимаю, это уже даже не Барта был. У меня вопрос вот какого характера. Часть моих знакомых разделилась на два лагеря. Одни говорят, что креатив – это состояние, да, то есть как таковое. А другие, соответственно, говорят, что это элемент созидания напряженного. Вот так вот. Что из этого правда? И те, и другие на самом деле правы, потому что можно пройти этап некоторого внутреннего фокусировки, настройки такой и врабатываемости постепенной, а потом почувствовать это вдохновение. Об этом Михайчик Сент-Михай написал целую книжку, которая называется «Поток». То есть он вот сам этот термин предложил, что есть состояние потока, в которое, решая задачу, постепенно размышляя над задачей, человек погружается и не замечает, что прошел обед, прошел ужин, что надо ложиться спать. Ему интересно, он не может из деятельности выйти. Любой творческий человек испытывал это состояние потока. Поэтому такой конфликтной ситуации с точки зрения метода между вашими знакомыми нет, потому что это очень естественный путь, очень естественное такое состояние, когда кто-то добивается результатов мышления через построение такой рациональной схемы. Я сначала думаю об этом, получая результаты, анализируя эти результаты, и потом благодаря анализу и выводам из этих результатов я думаю о следующем. И это такой рациональный подход, подход, который наш соотечественник Теплов, психолог, называл практическим мышлением. То есть когда ты руками начинаешь что-то делать, ты начинаешь понимать, что дальше надо делать. То есть ты не представляешь еще модель, которая будет в конце, которую тебе нужно получить. И это такой термин есть — воплощенное мышление. То есть когда ты о каких-то вещах их можешь представить, что должно получиться, а иногда у тебя нет этой полной картины. И вот очень многие технологические проекты возникают от того, что у нас есть потребность, чтобы материал так работал, чтобы механизм так работал. А теперь какой тип мышления мы можем здесь задействовать, как мы можем подойти к этой задаче. И иногда бывает, что просто медитативные практики, практики, когда ты представляешь, как система должна работать в идеале, а это приемы, которые часто используются в три теории решения изобретательских задач. Это одно поле, когда надо представить себе финальный результат, идеально работающий финальный результат. А креативное мышление может предполагать, что ты сравниваешь систему, которая работает, с облаком. Почему мы, например, называем облачные сервисы все облачными? Потому что понятная нашему мозгу, нашему сознанию метафора, что это нечто нематериальное, хотя где-то стоят огромные сервера, огромные сотни квадратных метров серверов, которые обслуживают материально то, что мы называем облачным хранилищем. Но мы его сравниваем с небом, с облаком, с чем-то воздушным. И вот эти подходы к воображению, использованию интуиции и при этом совмещение рациональных размышлений — это очень интересная область. Но именно она интересна своим практическим состоянием. То, как блестят глаза у человека, который нашел решение, а некоторые исследования даже показывают. Это шахматист. Шахматист еще не знает, какой он шаг сделает, но в глазах его... Или он уже начинает... Вот-вот-вот. Даже произносить губами. Это вот Барбара Тверски в своей книге «Ум в движении», она рассказывает про это, что обнаружилась интересная зависимость, что у шахматиста перед тем, как он делает правильный ход, реакция эмоциональная опережает сознание. То есть мозг нашел решение, еще не послал его в сознание, чтобы вот пойди вот ферзем вот сюда. Но эмоционально уже сигнал пошел. Ты нашел решение. Все, я мозг, я нашел за тебя решение, можешь порадоваться. И вот этот момент он считывает. Поэтому вот эта разница мышления делает, наверное, фрагментарную работу с людьми, изобретающими, придумывающими, а главное, внедряющими. То есть вот этот вот важный цикл. А самым, наверное, интересным из того, что вообще придумал человек. Вот эти процессы творческого мышления. Я фрагментарно услышал историю, связанную с тем, что физическое состояние способствует. Вообще, как связано физическое состояние с когнитивными процессами? Есть ли какая-то взаимосвязь и какая? Да, собственно, не только масса исследований. Каждый по себе может заметить, что масса классных, хороших идей нам приходит, когда мы там, условно, идем с работы домой. Мы идем уставшие, или мы идем куда-то еще, идем пешком, или делаем какую-то монотонную работу. И вдруг наступает этот момент эврика. Я не хочу вот даже эти базовые какие-то примеры с Архимедом приводить, но вот этот вот момент, что я нашел, да, эвристический момент, такой ценности находки, он часто приходит, когда человек просто физически выполняет какую-то монотонную работу. То есть мозг, и вот дефолтная система мозга, это СПРМ пресловутая, она находится в том состоянии, что поскольку ты сейчас уже загрузил всю нужную информацию, она попала в сознание, и она вдруг вымещается другой деятельностью, но при этом решения идут. Вот физическое хорошее развитие, оно всегда способствует хорошему, очень такому здравому мышлению. И есть еще другой момент, очень важный, вот такой практически, который очень полезен на Архипелаге, мне кажется, каждому. Когда ты физически себя тренируешь, доводишь до усталости, доводишь до определенной степени переживания нагрузки, мозг, конечно, получает огромное количество дофамина, очень полезного такого состояния, когда некоторые рациональные процессы мышления, они словно подавляются. То есть, по сути, человек благодаря нагрузкам получает обезболивающее такое, естественное обезболивающее. И это подавляет рациональные процессы. Лучше начинает работать фантазия. Меньше вопросов критических к тому, что ты пытаешься осознать, понять, представить. Поэтому я советую, если вам нужно найти решение эффективное, нужно нагружать свой организм разными способами, совершенно разными способами. Бегать, плавать, заниматься в зале борьбой. Борьба — потрясающий помощник интеллектуальной работы. Потому что ты продумываешь действия вдоль секунды. Ты действуешь иногда автоматически. Поэтому это очень важные процессы и масса исследований, которые уже показали, что даже если мы детей обучаем, и у них вначале идёт физкультура, и эта физкультура — это в течение 15 минут, 20 минут крутить просто педали велотренажёра, то после они, эти же дети, лучше решают математические задачи. И это знали в Калмогоровской школе, например. То есть там очень много было запланированных прогулок класса в парке, где с преподавателем ученики обсуждают математические задачи, не имея возможности записать. Другой классный пример — это когда российская сборная ещё в Первую мировую войну шахматистов, она попала в немецкие плены, находились в плену. У них не было досок, и они проводили матчи между собой только в воображении. Это говорят, что вообще нашу шахматную школу здорово продвинуло. Потому что когда эти шахматисты вернулись, после недолгого нахождения в плену их вернули обратно, у них несколько месяцев была практика игры в шахматы без доски и фигур, только удерживая партию в своём воображении, в своём сознании, в своей памяти. И это тоже определённые нагрузки. Поэтому физическое очень связано с тем, как мы мыслим. И, вероятно, в этом есть некоторый такой эволюционный смысл. Потому что часто принятие нужного решения сопряжено было у нашего вида биологического, со спасением, с тем, что надо сначала убежать, а потом подумать. И поэтому эта вот связка убежать, залезть на дерево и подумать, что делать дальше, наверное, сформировала определённые у нашего организма целостные привычки и практики стимулировать активное, эффективное мышление определёнными физическими нагрузками. Спасибо. Следующий вопрос. Что такое умение мыслить проблемными последствиями своих решений, и как это применить на практике технопредпринимателю? Ну, во-первых, что интересно, да, что я по военной специальности сапёр, и для меня вот эти разговоры, что надо ошибаться, надо любить ошибаться, ничего страшного, если вы ошибаетесь, ну, у меня всегда они вызывали какую-то душевную боль. Поэтому я считаю, что нужно привыкать к мышлению сапёра, что если ты делаешь что-то, принимаешь решение, что у этого сразу могут быть последствия. Поэтому именно в технологических областях, где есть важность точных теоретических знаний, не надо пренебреживать. Вы знаете, иногда в образовании или везде говорят, о, это теоретики. Нет, теоретики объясняют, как вообще технология может работать в идеальных условиях или в будущем, или когда ресурсы будут более доступными. Вот это вот умение подумать о последствиях, особенно в технологиях, что мы сейчас придумываем вещь, запускаем её, но когда она начнёт работать, она начнёт повышать температуру, она может позволить уволить какую-то часть сотрудников, она может позволить, то есть создаст технологический импект, например, повлияет на окружающую среду, например, на экологию, либо повлияет на социальные демографические процессы, то есть города, которые просто закрываются, потому что эти производства перестали быть нужными. Но это и такие глобальные процессы. А есть процессы, которые просто связаны с тем, что у вас сейчас несколько сотрудников внутри команды работают сами по себе, и решение, которое мы сделаем, технологическое решение, которое мы сделаем, оно может просто сказаться на том, что эти конкретные люди поймут, что они свою задачу выполнили и просто будут чувствовать, что у них произошёл эффект перегорания. Добившись определённого результата, как это часто бывает в стартапах, люди теряют интерес к самому проекту, к его дальнейшему развитию. Это тоже думать о последствиях. Поэтому вот умение... Ну, собственно, русская поговорка, когда нужно семь раз отмерить и один раз отрезать, остаётся актуальной, её не просто так в нашу культуру мышления поместили не просто наши предки, а то, как мы понимаем, что это правильно. Вот я сторонник вот такого подхода. Я думаю, это как раз история связана с тем, что научно и горьким опытом наши предки сказали, лучше семь раз отмерить, а потом отрезать, потому что, скорее всего, были прецеденты, когда они мерили один раз, а потом приходилось перекраивать. Финальный вопрос. Какие эффективные практики мышления вы посоветуете участникам архипелага на каждый день? Ну, тут, наверное, вопрос про привычки, которые можно выработать каждый день, делая маленькими шагами. Я думаю, что самое главное сейчас — это успеть перезнакомиться, успеть найти точки соприкосновения с людьми в разных дисциплинах. Это главная практика архипелага. Знакомство, обмен опытом, онлайн, офлайн, встреча за столом под яблонями — это так красиво на фоне соборов, это так красиво эстетически, это создаёт такой правильный контекст. И это, наверное, самое главное. То есть мысли тем, что люди, которые окружают тебя, — это и есть там нужная экосистема. Вне зависимости от того, что они могут быть с Якутии, они могут быть в тысячах километров от тебя. А после это создаёт, и уже несколько архипелагов, в которых я участвую, создаёт действительное, настоящее комьюнити, комьюнити, сообщество, такой вот насыщенную жизненным пространством, человеческим жизненным пространством, такую экосистему, действительную, настоящую. Я знаю, что и в Томске, и в Перми, и в Екатеринбурге есть наши люди. То есть люди, которым небезразлично, что происходит в стране, небезразличное изобретательство, внедрение новых технологий образования, то, чему я посвятил буквально 15 лет своей жизни. Вот мне кажется, что эта практика будет самой главной и самой ценной. А другая практика — это режим. То есть уметь брать в своём режиме, в своём времени, в своей личности ресурсы, чтобы получить сейчас, возможно, то, что ты не получишь никогда. И это задать вопросы, обсудить проект, получить какие-то рекомендации, выявить проблемные точки. Вот архипелаг и его внутренний метод, метод через встречи, через общение, через попытки представления общего будущего, мне кажется, что я уверен в этом. Это главные практики того, что можно выгодно получить. А вторая практика — это учиться смотреть на реальность как на набор строительных инструментов, что из реальности, которая сейчас, её можно пересобрать. И мы все являемся некоторыми такими авторами, не просто собственной реальности, а реальности каждого из нас. И вот умение представить, что может быть по-другому, что это может по-другому работать, что это может быть эффективнее, интереснее, полезнее, это тоже немаловажный фактор, и уметь так видеть мир вокруг себя. Дмитрий, спасибо огромное от лица всех участников архипелага. Удачи, успеха, ну и, безусловно, спасибо за рекомендации. У нас был Дмитрий Карпов, эксперт по креативной педагогике. Спасибо огромное и до новых встреч. До свидания. Да, счастливо.